мы сами выяснили что господь бог может простить любого грешника собственно говоря если каждый про себя знает он простил и вас значит он может простить и другого человека вне зависимости от того что другие люди думают о вас и обо мне потому что мы все очень хорошо знаем про себя чего мы с вами стоим ческая душа потемки отчасти потому что мы не желаем приносить туда света а почему мы не желаем приносить туда света это как зачумленный чулан какой-нибудь у нас дома с паутиной куда заходить противно и очень часто мы не догадываемся даже наших собственных грехах по той простой причине что мы не хотим посещать вот эти вот мерзкие уголки нашей души и за этим красивым фасадом христианина или пред христианина просто порядочного человека очень часто кроется совершенно загаженная душонка но господь бог по своей великой милости не являет ее всему миру сразу потому что без сомнения мы подверглись бы чудовищному обсуждению если вы заглянете в свои души так честно когда останетесь один на один с собой с господом богом то вы убедитесь что то что там лежит оно ничего кроме мерзения вызывать не может первую очередь у вас многие говорят что когда-нибудь мы пристанем перед господом богом но верующий чек на суд не приходит вернее он как бы приходит на суд но свое утешение верующие говорят что это не суд как бы вот тот который к смерти белый престол и так далее и так далее а я хочу предложить вам альтернативу того суда который будет у верующих которые попадут тем не менее в рай а представьте себе что вы приходите на вот эту вот последнюю и первую вечности и последнюю в этой жизни встречу с господом богом и вокруг нас облака верующих всех всех времен и народов их сидят миллионы и он говорит михаил сцен тимур алексей саша ну как сын мой вдруг передо мной открывается вся моя душа то что я забыл не жутко я вижу все дрянь всю которая накопилась там за все эти годы я начинаю судорожно горит да господи да это как бы не из-за меня это потому что вот он тонн господь бог говорит за то что он я спрошу с него я спрашиваю тебя вот как ты вот мог и тут все мои мысли про которые я забыл все мои желания про которых я даже не догадывался все мои побуждения которые я чачески скрывал все мои поступки о которых никто никогда не знал в этой жизни и по которых я старался как можно скорее забыть вдруг все это в преддверии великого вечного рая выворачивается наизнанку в моей душе и является нашим женам мужьям детям окружающим нашей пастве если я был пастором нашим пасторам если я был паствой нашим внукам нашим сверстникам нашим коллегам по хору по детскому служению и вдруг все видят что у меня было в душе и в жизни все эти годы что пряталась за красивым фасадом благонамеренными фразами я не знаю как вы но у меня от одной этой мысли становится по себе не по себе на душе потому что я то себе знаю цену хотя только отчасти настоящую анти цену мне знает господь бог что-то мне подсказывают что сидящие здесь не лучше меня не хуже меня это точно но то что не лучше это по-моему тоже точно поэтому наша задача состоит в том чтобы у нас не отшибла память еще при этой жизни дабы мы могли достаточно взвешенно относиться к себе кто мы есть достаточно взвешенность отношения к себе кто я есть помогает нам не судить других вы думали когда-нибудь об этом каждый понесет на себе свое бремя говорит павел свое не чужое наше желание судить других проистекает от недостаточной оценки гнусности самого себя когда я знаю себе цену у меня отпадает желание судить другого человека с другой стороны дьявол он конечно клеветник и он будет использовать вот это вот само рассуждение для того чтобы никогда не пришли к покаянию представляю его как совершенно безнадежной вещью вспомнил раве герунде в этой связи который на мнение вот да ты грешник но разница между дьяволом и богом состоит в том что дьявол говорит раз ты грешник ты ничего не можешь а бог говорит именно потому что ты грешник ты должен это огромная разница и господь бог всегда прощает такого человека покаяние и обращение исповедь разворот на 180 градусов осознание греховности и уверенность в том что господь ждет меня со слезами и с распростертыми объятиями а почему собственно говоря уверены что господь бог посылает своего мессию обязательно должен простить именно меня ну потому что мы находим подтверждение этому в писании мы возвращаемся к нашим любимым замечательным и моим родным сродникам по плоти например кое является мой папа которому 88 лет которая живет в иерусалиме и который не верит в иисуса христа возвращаемся к моей маме который 84 года которая не верит в иисуса христа которая горит а я хороший человек я никогда никому ничего дурного не сделал просто не в том что мы не сделали никому ничего дурного вас просто насколько наша праведность отличается от праведности господа бог теперь вопрос который очень часто мне задают евреи они говорят а кто тебе собственно сказал что мессия это бог если я задам вам вопрос который как бы само собой естественно разумеете знаете писание и христиане кто меньше кто больше но вы уверены в этом а уверены отчасти люди потому что они никогда не думают нету худшей уверенности чем нежелание рассматривать отдельно взятый вопрос существует так называемый парадокс аристотелевой мухи которые известны все которые сюда приводят пример вот этой вот уверенности в несуществующем аристотель известный ученый учитель александра македонского который заложил основы современной философии и которой всячески а пытались примирить на протяжении двух тысяч лет христианские ученые еврейскую мысль с греческой собственно с аристотелизмами и пытались что-то из этого сделать знаменитые книги что общего может быть у афин и иерусалима потом развитая мысль нашим не совсем нашим российским еврейским ученым шестовым люди пытались применить еврейский ход мысли и греческий ход мысли так вот аристотель будучи очень хорошим математиком и очень хорошим философом был не ахти каким зоологом но как человек очень умный он пытался объять необязательно и вот аристотель изучал мух может быть не все знают но это как бы исторический факт и аристотель написал когда-то что у мухи 8 ног прошло сто лет двести триста пятьсот менялись поколения ученых менялись средоточие знаний и вдруг в середине второго тысячелетия нашей эры один еще один попугай который здесь молчать не будет сказал минуточку я смотрел на муху с утра у нее 6 ног у нее не 8 ног на него зашикали все сказали не говори аристотель сказал что у мухи 8 ног он говорит но у нее 6 ног еще добрых полтора столетия во всех учебниках несмотря на то что всем было видно ясно и понятно как божий день что у мухи ног 6 везде писала что у мухи ног 8 потому что так сказал аристотель вам знакомо это читай ибо написано читай ибо написано очень многие факты в нашей жизни и в наших методах толкования писания далеко не так очевидны как нам кажется когда евреи говорят скажи мне почему ты вообще веришь что мессия это бог где написано в библии что мессия должен быть богом кто вообще в деяниях апостола во второй главе приходя господу боге был силен сатериологии пневматологии хроматологии хроматологии все знают антропологии экклезиологии эсхатологии эпистомологии можно продолжать кто был силен в том что называется основах современной экклезиологии или христологии чтобы указать на троичность бога и в то же самое время на божественное происхождение на божественность не божественное происхождение потому что богословов пытаются бороться с этой терминологии кто знает английский они города беру из бивайн мессия а другие говорят хи азхи из of divine нейчо есть небесные миссия есть миссия небесного происхождения сути вот евреи абсолютно не были уверены что мессия должен быть богом вам домашнее задание попытайтесь понять на каком основании до сегодняшнего дня вы считали что мессия должен быть богом он бог но попытайтесь дома себе осознать почему вы так считаете потому что вам так сказали очень хорошо а почему считали те которые вам сказали попытайтесь на основании библейского текста понять почему вы верите так и не иначе апостолы были не глупее нас с вами и они были умудрены во всех еврейских писаниях более того у них был учитель не михаэль сын им гораздо больше повезло чем вам всем вместе взятым у них был другой еврей мой родственник дальний но этот родственник был сус они его правда не называли христом они называли ешуа иисус но он был самый лучший учитель по определению и что же мы видим мы с вами обращаемся опять к тому самому знаменитому тексту масса и шлих им или деяние 1 они говорят не все или время господи кстати господи это не значит что как в русском понимании они говорили ему господь они могли господин как сегодня говорят господин сын господин петров иванов сидоров одно и то же самое слово поэтому одно из недостатков перевода всегда состоит в том что перевод это значительной степени толкование интерпретация те которые занимаются иностранными языками прекрасно понимают потому что переводчиком стоит дилемма как ему написать слова господин здесь большой буквы или с маленькой если написать господин то понятно как бы а в греческом языке это одно и то же слово причем все с маленькой буквы в греческом языке нет заглавных букв как и в иврите если он напишет с маленькой буквы то понятно что они обращаются к нему как господин там господин петров господин иисус а если написать с большой буквы это значит что они и обращается к нему как Адонай, как Куриас на английском языке, как Господь. Наши переводчики, Хвольсон, еврей, выкрест, 19 век, решил, что здесь будет Господь. Может быть, а может быть и нет, мы этого не знаем. Так или иначе, они садят, спрашивают, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля. Какое царство? Земное царство. Освобождение от римского владычества, восстановление границ, процветание всего обещанного Исаии. Они не ожидают Бога. Они не ожидают установления небесного царства. Они ожидают установления вполне конкретного земного царства, в котором царем конкретным будет земной Иисус. Когда кто ты? Ты есть Мессия, ты есть Христос, тебе открыл дух святой. Петр, моментальное какое-то откровение. Это то, в чем абсолютно не все апостолы до конца были уверены. Откуда мы вообще знаем? По какому основанию? Я хочу напомнить вам, вы отвечаете сейчас на возражение рядового еврея, который говорит, Иисус, Бог, с какой стати? Ну, Мессия. А почему, собственно, Бог? А ведь это же краеугольный камень нашей веры. Вы должны быть готовы к тому, чтобы возражать не только вот этому умозрительному еврею, но и любому человеку. Потому что эти доводы, мне кажется, составляющие основу нашей веры. Мы не так далеко подкованы, как бы мне хотелось. Мы сами не знаем, во что мы верим. То есть мы как бы утверждаем какие-то вещи. Но вопрос, почему, если вам зададут вопрос, вы, скорее всего, пожмете плечами. Я очень часто тому свидетель, особенно в Израиле. В Израиле приезжает большое количество людей с чистым сердцем евангелизировать евреев. Естественно, они приезжают в полной уверенности, что наконец-то они смогут рассказать то, что 2000 лет не удавалось никому другому. Их проблема очень часто состоит в том, что они абсолютно не владеют ни евритом, ни еврейскими традициями, ни историей, ни культурой. У них есть только одно неуемное желание поделиться Словом Божьим. И вот он приезжает с King James Version или с версией Библии короля Артура. Это в лучшем случае. А в худшем случае с синодальным переводом становится на главной площади Иерусалима и начинает трубным голосом а-ля Исаия вещать народу о великих пророчествах и исполнениях для народа Израиля. Мне довелось быть свидетелем одной весьма курьезной и интересной сцены, когда маленький мальчик, чуть-чуть выше, не по годам маленький, он был лет 12, но вот такого вот расточка из Ешивы, который знает Библию наизусть практически, не будучи верующим человеком. И читает ее как бы справа налево в оригинале, как хотите, по памяти. И перед ним стоит вот этот вот американец, хороший, замечательный человек, и декларирует ему нечто из Писания. На что этот молодой человек, мальчиков, говорит, все класс, а где это? Тот говорит, в Библии, тот как бы ищет свою Библию, говорит, что-то, говорит, в моей Библии этого нету. Он говорит, не может быть. А тот говорит, а где это? Он говорит, это вот в моей Библии. Ты говоришь, что у тебя за Библия? Он говорит, у меня King James Version. А у тебя какая версия? Тот говорит, да у меня никакая версия, у меня Библия нету, Слово Божье, на иврите, понимаете? Оказалось, простая вещь, что то, что есть King James Version, ее просто нету в оригинале. И очень часто мы, как бы люди, ведомые Духом Святым, у нас есть одна проблема, мы Духом-то Святым ведомы, а текста-то мы не знаем. И нам бы очень хорошо, когда мы разговариваем, да не только с евреями, просто вот с другими людьми, которые еще не стали нашими братьями, попытаться понять, о чем же на самом деле идет речь. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Достаточно преамбул, преамбулы становятся текстом. В иудаизме никогда не было единой позиции. Мы разговариваем с евреем в отношении того, Мессия является Богом или Мессия не является Богом. Еврейские ученые, а вы опять-таки, я повторяюсь, говорите сейчас с евреем, вы ему рассказываете. Еврейские ученые в разные времена, они говорили о полубожественном, или как любят говорить ученые-богословы, квази-подобно божественном Мессии. Но еврейская Библия, и это очень важно, это важный момент, обязательно говорит о его божественности. Перед тем, как мы начнем говорить о библейских текстах, существуют так называемые околобиблейские тексты. Собственно, околобиблейскими текстами они стали после утверждения библейского канона. И во времена Исаии, и во времена Эзры, все эти тексты не считались околобиблейскими, точно как и маковейские книги. Они ходили между людьми, ожидая своего часа, когда Дух Святой отделит зерна от плевел. Но у людей они всегда, и нам это очень важно, потому что это всегда отражало направление еврейской мысли. Например, есть такая книга, не каноническая, их называют часто апокрифическими. Тогда это псевдоэпиграфы, когда апокриф от псевдоэпиграфа отличается тем, что псевдоэпиграф это приписываемая какому-то историческому и библейскому автору книга. А есть книги, которые действительно принадлежат этим авторам, но не вошли в канон. Так вот, четвертая книга Эзры, или в кумранских рукописях, все знают, что кумранские рукописи, это рукописи, которые были обнаружены в 48 году в Кумране. Это свитки Мертвого моря. Очень серьезные тексты, которые сохранили практически полностью книгу пророка Исаия, и очень много законодательных актов и описаний, и толкований времен второго храма. В кумранских рукописях, в четвертой книге Эзры, в псалмах Соломона есть такая книга, может быть, кому-нибудь доводилось читать. Я всячески хочу как бы вас ободрить к тому, чтобы читать эти книги, они есть в переводе на русском языке. Они не богодухновенные, но они дают прекрасный исторический контекст, иногда философский контекст, для понимания событий ветхозаветных и для понимания событий новозаветных. Книга Еноха. Может быть, кто-нибудь читал книгу Еноха? Она издана тоже на русском языке. Это мистическая книга, очень интересно, говорит о мистических ожиданиях Израиля, о представлении, как выглядит Господь Бог, о колеснице, которая у нас есть. Здесь книги пророка-языки. Это все литература, которая ходила в большом количестве во времена второго храма. Так вот, там во всех этих книгах говорится об определенной божественности мессии. Мессия, о колеснице, о колеснице, о колеснице. Продолжение следует...